всем привет сегодня у нас 2007 и это значит что мы должны серьезно поговорить о том что жизнь печально и трагично о том что никто никого не нужен и никто никого не понимает о том что будущего нет ведь 2007 год когда в россии торжествует эмо или нет в этом выпуске город дорог или город дорог альбом года тимати становится черной звездой илья логутенко катит бочку на дробыша сергей зверев бросает ножницы ради музыки а юмористы становятся многостаночниками серебро получает бронзу на евровидении а ты меня любишь ага времена меняются нулевые перевалили за середину интернет ускорился изменилось многое в том числе и законы шоу-бизнеса теперь не обязательно иметь продюсера и тратить кучу денег на раскрутку можно быть обычным пацаном и читать рэп ну как обычным московским интеллигентным мальчиком таким как алексей долматов я из нормальной семьи я не мажор и не бедствую моя мама делала все для моего счастливого детства в 2004 году его группа центр выпустила альбом подарок тогда алексей был еще не гуфом а рэпером по имени rolex x его компаньоном был николай никулин он же рэпер принцип старт оказался скромным диск вышел в 13 экземплярах которые разошлись по друзьям и знакомым но настоящий дебют состоялся в 2007 году именно тогда был выпущен альбом 28-летнего гуфа город дорог вскоре вышел и альбом группы центр качели посвящая строки этому городу точнее его центру каждому метру я посвящаю строки этой белой дороги на городе дорог спасибо центру за это в названии тройной смысл город дорог город дорог и город дорог в смысле дорожек белых веществ если охарактеризовать альбом двумя словами то вот они правда и эмоции гуф был невероятно правдив да он человек и он слаб я вспоминаю про родители чего они только не видели из квартиры пропадали стерео видео золото телефоны тостеры кофеварки в том же 2007 в связи с неприятным конфликтом группа центр была переименована дело в том что еще с конца семидесятых в москве существовал довольно известный коллектив центр его лидером был музыкант василий шумов все что хотел я получил и положил множество сил чтобы избежать обвинений в краже чужого бренда название хип-хо проекта пришлось срочно изменить что дальше делать будешь дурак слышится мне охот старух самый главный ключик от сердец миллионов гуф нашел с помощью своей бабушки ее зовут тамара константиновна и она вместе с гуфом читает в треке оригинал ба ба ты меня любишь нет как это но я ведь тебя люблю а я тебя нет почему по кочану ты работать собираешься идти я не пойму лупить по аудитории бабушками детьми и трогательными котиками сомнительный прием который нужно бы внести в женевскую конвенцию но черт возьми никто раньше гуфа до такого не додумался посвятить рэп своей бабушке да еще пригласить ее на фит завтра едем на студию ба ты обещала а мама не может съездить у нас похожие голоса нет нужно именно ты оригинал ба 2x а со временем города дорог гуф так и не смог превзойти себя пожалуй это его лучшая работа через несколько лет после триумфа группы центр и алексея долматова в интернете появится обидный мем гуф умер творческом смысле это шутка будет звучать почти правдиво к большому сожалению бабушка читает газету жизнь она сидит рядом средств и всех боли кто кого отрезин шпицер кого от повалит и не дай бог и открыть рот шоу бис держись моя бабушка читает газету жизнь лейдин джентльмен добро пожаловать к нам в клуб я удли давай жару поехали в 2007 году изо всех щелей звучит песня тимати в клубе она вышла в самом конце 2006 но только теперь проникла во все радиочарты это было вызывающей провокации и пощечиной общественному вкусу 24-летний тимур юнусов облепленный с ног до головы стразами рассказывает как пьет по пятницам шампанское по 1000 долларов за бутылку да мол я золотой ребенок и я этого не стыжусь критиков это обезоруживало мистер black star золотой ребенок привык жить в люксе уже с пеленок звезда кинопленок король любой пати вы ее хотели но нет вопросов на тебе тимати скорее очень хотелось быть вот этим вот богатым парнем да у него есть клуб да к нему приходят люди в этот клуб создать отставляют деньги но ты плач аренду сотрудникам налоги и так далее так далее ты не можешь быть сверхбогатым а уж тем более в россии на творчестве очень трудно быть сверхбогатым 2006 года в эти диски все пираты как бы тогда не было стриминговых платформ поэтому он не мог заработать те деньги о которых он пел или которые он там типа на показ тратил он изворачивался и придумывал как создать эту видимость он брал там бартером дорогое шампанское чтобы показать что у него много денег и обливался им я знаю все эти случаи бартерные тачки до сих пор до последнего все снимают по бартеру всегда история просто как продать идею о красивой жизни он снял опять же кучу звезд там в общем просто вид сзади и жанны фриске канонические люди рассматривали отдельно уже от клипа там снимал спеть и лестерман на тот момент главные в гламурный сводник и всем естественно казалось что это очень круто людям хотелось вот этого гламура людям хотелось понимать что вот они тусуются со звездами и это было очень круто потому что приходишь в клуб и там тимати это должен мой прикольный тимати вот ты почувствовал себя причастным к этому ты потусовался с ними это гениальная блин реклама просто очереди опять же например на вход на проекты тимати очень долго держались за счет этого очередь на он реально всегда был про пиар он пиарил свои вечеринки свой лайфстайл чтобы заработать денег потом он открыл клуб и начал пиарить это все тоже вокруг чтобы заработать денег он в первую очередь как мне кажется всегда думал ну про какой-то бизнес ставишь как продать эту идею ты потеряла крылья я тебе их куплю это не проблема об одном лишь молю не убегай сейчас побудь рядом потанцуй со мной мне больше ничего не надо для раскрутки клипа потанцуй тимати собчак запустили утку якобы слитый секс-тейп участников дуэта позже выяснилось что это хитрый рекламный ход хотя кто знает может и то и другое папарацци снова ищут повода чтобы дать прессе сплетни новые успокойтесь клоуны видео собчак это абсолютно абсолютно пиар-ход абсолютно спонтанный пиар-ход и бывает так что когда ты долго что-то изображаешь рано или поздно там как бы вселенная делает так что это к тебе прилипает тоже на деньги приходят деньги на имидж гламурного парня с ним выходи захотели тусоваться реально богатые парни которые тратили в его заведениях деньги на имидж его так тогда у него стали появляться реальные его собственные деньги то есть это действительно сработало когда этот имидж перестал работать но когда ты пять лет делаешь одно и то же там семь лет делаешь одно и то же ты в этом начинаешь сам как бы вот как будто ты варишься в собственном соку уже надо во что-то перерастать другое вот он нашел себе какую-то другую дорогу патриотизм вот этот black star весь ну и в общем какие-то такие истории но при при этом он каждый раз видите что-то находит посмотрим как сейчас как же вышло так что мы падаем вместе ты говоришь что веришь мне а я бы не стал я надеваю смокинг близится финал в 2007 году битва против попсы продолжилась и даже вышла на новый комичный уровень в апреле состоялся фестиваль журнала фуз на котором выступили группа мумий тролль и трэш шапиток кач независимый питерский рэп проект в котором ставка делалась на мат и эпатаж лидер кача сергей мастер в обнимку с ильей логутенко торжественно и громко исполнил свою песню подвиг конечно сначала разозлился и сначала я вообще удивился я зашел в офис первый канал второй россия нтв 5 там 10 там я думал умер кто-то что-то случилось все сидят вот так предбанечки и ждут когда я зайду я говорю что случилось они так а вы не в курсе это нет они это можно было вам сейчас поставим на экране и будем снимать вашу реакцию и ах софранцы давайте так вдруг видите дробь и смотрю думаю опа но кстати было у меня огромное количество предложений как им ответить виктор дробыш подал в суд на сергея смирнова завели дело по статье публичное оскорбление и логутенко очень этому удивился и объяснил прессе что это было просто шутка типа чуть дробыш так обиделся просто рифма удачная подвернулась насколько я знаю там илью тоже подставили что он в общем не не совсем в общем был в теме как когда все это происходило на суде сергей смирнов вел себя уже не так смело как на сцене он жаловался что судья видит в нем виновного заочно и говорил что весь этот процесс запущен зря потому что виктор дробыш мог бы просто написать ответный диск на него мастер боя а он не написал а вместо этого пошел в суд что за нетворческий человек сейчас еще дурака включаешь скажи сейчас мы споем вам песню в которой мы официально заявляем что никакого отношения плохого дробушу мне просто фамилия так рифмуется поэтому убедительная к вам просьба не обращайте внимания а самое главное виктор яковлевич не обижайтесь пожалуйста так мне талант дал господь бог бог дал бог взял посредников между тобой и богом виде всевозможных продюсеров быть не должно покайфовали руками поделали там а потом когда их хватанули не начали говорить что здесь все совсем не так закончилась эта история бесславно суд постановил назначить смирнову сергею павловичу наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и лидер трэш шапито деньги заплатил попса опять победила можно проиграть сражение но мы не проиграем войну никогда такого не будет мне такое удовольствие доставил вот этот вот никчемный хрен который так перепугался он сидел на этом суде трясся рассказывал что он какой-то там инвалид что у него нету зарплаты что него где-то какая-то сожительница с ребенком и он сразу вот из того который стоял на сцене нам эй ну ты вы видели наверно потом я сидел на него смотрел и он вот все что можно в кучу собрал какой он бедный несчастный больной бояться не нужно нельзя и очень сильно боялся что его все-таки от в конце концов но этого я не допустил все криминальные истории я решил отменить не знаю правильно я сделал или нет но зато я живу со спокойной душой конечно он по суду проиграл и в какой-то детдом я сказал перечислить деньги которые он должен в 2007 году отовсюду играет въедливая песенка про джинс поет ее 22-летняя джулия кова к тому моменту это уже третий по счету сценический псевдоним певицы что же это была за девушка ее биография настолько запутано что в ней пропала уже ни одна экспедиция сначала юлия выступала под своим именем первым ее клипом стал нелегальный ангел дотошные меломаны сразу заподозрили плагиат песню дворцы взяли у исполнителя шегги angel а клип подсмотрели у бритни спирс ай лав рок-н-ролл стало понятно что девушке нужен свой репертуар и так юлия аханькова превратилась в певицу джульетту помогал начинающей артистке модный композитор виктор дробыш который отдал ей свою песню под дождем дальше был хит конфетный мальчик с провокационным эротическим клипом он был выпущен опять под настоящим имени певицы юлия аханькова а потом сняли клип помни меня снова под псевдонимом джульетта что это за абсурд спросите вы почему артистка все время меняет псевдонимы дело в том что раскруткой юлия аханьковой занимался александр назаров выходец из электроклуба а джульетту раскручивал иосиф пригожин но сделать ее звездой не получилось ни у назарова не у пригожина потому что однажды юлия аханькова бросила все и уехала в америку во-первых рожать ребенка а во-вторых покорять тамошний шоу-бизнес чего мелочиться в америке певица переименовалась опять и стала джулия кова теперь ее раскруткой занимался скотт сторч человек работавший с кристиной агилерой и бейонсе также в 2007 году выпущен дебютный альбом джулия кова под названием это я после всего что мы знаем о певице а также не знаем хочется спросить а ты точно ты отметившись в америке джулия кова вернулась обратно в россию весь мир был у ее ног чего еще желать желать больше нечего и юлия аханькова покинула сцену с тех пор она больше не поет в 2007 году гламур достигает своей вершины больше такого не повторится никогда шампанское льется рекой клубы гудят должен был появиться человек который придет в разгар вечеринки и даст жару этим человеком стал сергей зверев советское время он выучился на парикмахера в пт у отслужил в армии и работал в городе усть каменогорске однажды на конкурсе парикмахеров его приметила долора скандрашова тренер парикмахерской сборной советского союза и позвала в москву конечно меня извините я не могу оторваться я им кстати очень благодарен на что рассчитываете только на победу столице сергей зверев довольно быстро стал модным стилистом обслуживая звезд нашего шоу-бизнеса король гламура пешен король как хорошо себя чувствовать победителям и таким молодым и таким красивым когда сергей уже перевалило за 40 он почему-то решил запеть не знаю почему наверное потому что кругом пели абсолютно все и не испытывали при этом никаких угрозений совести в 2007 году он выпустил альбом звезда в шоке но в шок пришли все те кому этот альбом попался в руки специально для буклета своего дебютного творения сергей устроил фото сессию в разделе благодарности он первым делом благодарит президента путина ну а еще там была музыка страшно сказать какая другие артисты боялись показаться смешными или бездарными и только зверев мог это себе позволить сколько крылья прятали только помни от земли мы теперь вдвоем с тобой я знаю сам по голосам и звездам с тех пор сергей зверев стал знаковым персонажем русского шоу-бизнеса певец он или парикмахер уже не важно это просто человек который дико одевается и периодически отпускает забавные фразочки герой реалити-шоу экстремальный певец который своим появлением высмел русский гламур всегда ваш скромная но нереальная звезда король гламура сергей зверев в 2007 году гремит хит с участием сергея зверева это дуэт с группой шпильки больше гламура группа шпильки это еще один художественный проект поэта песенника александра елена основателя политической группы поющие вместе я всегда думаю не одной песни а концепции вот если ты делаешь коллектив важнее всего чтобы у него была сквозная идея шпильки уже задумывался конечно как как такой стёб над гламуром и там в проекте были было финансирование поэтому были клипы сняты приличные сам ты сам ты сам ты наташа сам ты сам ты гуляй на свой пляж вымерли снега до новых и лавеласы мама вокруг одни папуасы он привится мне как колючка прицепился он словно клещ но его маленькая штучка самая лучшая в мире вещь веселые девушки которые поют для богатых джентльменов песни которые их заводят вот так скажем потому что публика была понятна для такой для такого коллектива состав группы входили четыре девушки чьи имена даже не вписали в буклет альбома лена марта вика и лукерия или наташа катя алла и маша так ли это важно для гламурного франкенштейна я как-то пошутил о том что мы отбираем девочек в такие проекты приглашаем металлистов и если их начинает тошнить от девиц значит они годятся для попсы но это блока шутка но девочки должны там какие-то профессиональные данные иметь во первых во первых все таки какая-то вокальная подготовка не мешала бы и слух и хореографическая безусловно то что здесь ну по тем временам по крайней мере очень важно было вот эта вся подтанцовка вот эти все телодвижения сели встали синхроны группа шпильки закончилась когда наступил кризис и в москве прикрыли казино девушкам стало совершенно негде выступать да и на корпоративы их звать перестали сережа балдин мой начальник ездил куда-то на карибские острова на день рождения какого-то олигарх и там была шикарная музыкальная программа группа kiss группа скорпиус и группа назарет это дань его рокерской юности а дальше понты перед друзьями группа блестящие группа сливки и так далее это музыка а это понты вот и вот эти вот понты все все прекратились потому что резко сократилось количество корпоратив стал страшно востребован формат самодеятельности вдруг google и бухгалтерши курьеры начальники отделов сами запели сами стали ставить мюзиклы а артистов они сказали все у нас нет денег артист мы больше не приглашаем нам нельзя тратить на корпоратив 34 миллиона потому что нам скажут где вы берете деньги налоговые так далее так далее и поэтому шпильки умерли как формат впрочем интернет подсказывает что коллектив до сих пор существует уже в новом составе как отряд быстрого реагирования типа если вызовут они приедут и споют вам но с каждым годом зовут все реже в 2007 году 20-летняя полина гагарина победительница фабрики звезд 2 подписала контракт с компанией арс игоря крутого в том же году вышел дебютный альбом певицы по первому альбому мало кто мог сказать что из полины получится большая певица зато она сама писала себе песни единственным прорывом который можно было отметить в дебюте певицы было видео море это первый полноценный клип на русской эстраде полностью снятый на мобильный телефон режиссер ирина миронова телефон nokia n93 конечно это был рекламный проект и полине гагариной очень повезло что финский офис выбрал именно ее после долгих соц опросов максимально комфортная певица свежие но вместе с тем консервативная идеальное попадание радость любого маркетолога но она обалденно она офигенно поет как я не выбрать это же не такой корпорация nokia они же в офисе не сами решение принимают они когда понимают что надо выбрать музыкальное произведение в россии они покупают людей продюсеров сделают срез мнение какие-то кучу фонограмм там исследуют им нужна какая-то надежная фонограмма человека который во первых очень чисто поет по-английски но еще при этом действительно поет на какая-то репутация ну то есть все должно совпасть вот то что она была на старте это тоже была не уже состоявшаяся какая-то супер звезда а именно на старчик свежий который идет на взлет как их телефон как и сама идея снимать на телефон я изучила локацию и придумала полине такую роль что она русалка которая потеряла ножки вернее поменяла хвост на ножки чтобы отправиться своему возлюбленным и поэтому она не может стоять и она все время по стенке там помните вот так вот сползала по стенке по стенке и вот этот мокрый хвост это вода вот она русалка я когда смотрела фэшн ролики и обнаружила что большинство моделей большинство модной съемки она выглядит так модель прибивается к стенке и как-то начинает по ней ерзать и делать какие-то позы и я сама себе придумала что полина будет делать также чтобы она была хороша но она это делает потому что у нее ножки больших на их только что получила а стоять еще не может и больно ей клип выглядел настолько качественно что даже компания nokia не поверила что он был снят на их телефон дошло до смешного кое-что пришлось специально испортить уж слишком было круто по тем временам если вы посмотрите внимательно клип там есть разные такие зоны какая-то зона она такая получше по качеству а какая-то похуже прям с мусором с таким мне пришлось это делать потом искусственно тоже когда они увидели качественный клип который ну по в общем и не отличался от всего что было на теле мы не поняли во первых а вы вы правда это на мобильный телефон с 0 вы же были на площадке это все вот скотчем мы приматывали крану вот это все маленькую штучку металла да ну странно но нам это не подходит и говорю почему а как люди поймут что-то снят на мобильный телефон даже пришлось титры написать что это снято на мобильный телефон там по-моему так и есть сейчас в интернете они говорят ну нам на как-то надо объяснить что это на мобильный телефон и вы хотите я вам испорчу там день в середине то есть такой электронный зум сделаю специально чтобы вот это зерно как бы было видно да давайте представители nokia остались довольны работой мироновой но еще бы клип по сути рекламировал их новый телефон хотя из далекой исторической перспективы все это смотрится довольно забавно потому что именно в 2007 году вышел первый iphone гаджет с которого началась революция уничтожившая некогда великую компанию nokia честное царь чего он сыген дэрсс но и и и и и и и в 2007 году интернет все больше проникает в нашу страну и свидетельство тому популярные песни мемы которые зарождаются в недрах русского живого журнала gestion скорость г изображения и новая Эрихима из аниме Блич. Полька звучала из всех мобильников страны, хотя она могла бы стать популярной после фильма «Особенности национальной охоты», где ее исполнял Вилли Ха-Пасола. Тирала на речке белье красавица Элли. Поскользнулась на кусочки мыла и упала. А парень Юси мчался на велосипеде. Попало колесо в ямку и упал Юси прямо на раму велосипеда. Теперь Элли и Юси не могут любить друг друга. Но к тому времени кино перестало быть главным инструментом для производства мемов. Интернет его потеснил. Звездный час Польки пришелся на середину нулевых, а дальше подсуетился диджей Слон, который сделал на песенку ремикс и добавил русский текст. Диджей Слон это 37-летний Александр Альберт, русский эмигрант из Германии. Долгое время он скромно выпускал танцевальные треки и ремиксы, изредка выступал, а в середине нулевых решил, как следует попытать удачу в российском шоу-бизнесе. Финская полька стала популярной, после чего диджейом Слоном заинтересовались большие люди. В частности, компания Мегалайнер, которая в тот момент снимала сериал «Не родись красивой». Но диджей Слон не смог заработать больших денег на этой песенке. Вся прибыль отошла компании Мегалайнер, которая нарисовала дешевый клип, чтобы убить двух зайцев и заодно пропиарить свой сериал. Что ж, это тоже опыт. Мем 2007 года – советская песня «А ты меня любишь? Ага». По легенде, в советское время эту песню сочинили вожатые пионерлагеря Артек, а спела ее маленькая девочка Даша Баранова. На улице дождик, на улице слякать, а им все равно. Идут они вместе, один у них зонтик, идут и скину. В 2007-м все скачивали ее себе на мобильные телефоны за деньги. Возникает вопрос, кому причитаются авторские? А вот это уже целый детектив, потому что автора как бы не существует. И тут на сцену выходит диджей Слон, мастер обналичивания мемов. На улице дождик, на улице слякать, а им все равно. Наш герой записывает свою версию песни, в которой поет Анна Воронина под псевдонимом «Ангел А». Идут они вместе, один у них зонтик, идут и скину. Песня вирусится по новой и выходит на очередной виток популярности. Так кто же все-таки автор, любопытствует публика. Диджей Слон начал долгие поиски автора. Пришлось привлекать даже, страшно сказать, актера Панкратова Черного. В итоге был найден композитор Алексей Шамуилов, который пришел в российское авторское общество и доказал, что он автор. Все права на исполнение Шамуилов передал диджею Слону. Остальные версии теперь считаются пиратскими. В 2007 году трек «А ты меня любишь» победил в номинации «Лучший Реалтон» на MTV RMA. Награды получали диджей Слон и «Ангел А». Ну что ж, пацаны вообще, ребята, интересно, как сейчас живут те самые вожатые Артека и первая исполнительница песни Даша Баранова. В 2007 году русская группа «Серебро» заняла третье место на Евровидении в Хельсинки с песней «Сонг номер 1». Группа «Серебро» — последний большой проект продюсера Макса Фадеева. С певицей Еленой Темниковой он начал сотрудничать еще в 2003-м на «Фабрике Звезд 2». Под нее и собирался девичий бэнд. Ольга Серебкина работала бэк-вокалисткой у певца «Иракли», которого продюсировал все тот же Фадеев. А третью участницу Марину Лизоркину Максим Фадеев вообще нашел в интернете. Так образовалась группа «Серебро» — типичный продюсерский проект. В 2007 году Елене Темниковой и Ольге Серебкиной по 22 года, Марине Лизоркиной — 24. «Серебро» легко обошли в национальном отборе «Зверей», «Бандерас» и «Город 312». Для местного рынка записали версию «Сонг номер ван» с русским текстом, а еще сделали ее нецензурный вариант. «Серебро» успешно выступили на Евровидении. И все шло хорошо, пока не начался подсчет голосов. От Украины выступал Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Он и вырвал серебряный приз у группы «Серебро». Ну что ты будешь делать? Кстати, песня «Наглые проводницы» называлась «Дэнсинг Лаша Томбай». И некоторые очень внимательные люди в России услышали в этом тексте «Раша, гудбай». Разразился забавный скандал. Андрея и Данилко чуть не заканцелили. Впрочем, этого термина тогда еще не было. По крайней мере, в нашем полушарии. Спустя два года группа «Серебро» выпустила успешный дебютный альбом «Опиум Рос» и стала, пожалуй, последней культовой девичьей группой России. Больше таких ярких коллективов почему-то не производят. «Дыши со мной, отражая тени мы, танцуем под водой». «Хочу жить офигенно, бабла немерена в особняке старовенном, хочу жить вместе не похожим на Европу, Европу, да ну ее в попу». В 2007 году в русской попсе появляется новый жанр. Музыка от комедиклаба или поп-стендап. Его пионером стал 28-летний Павел Снежок Воля, успешно эксплуатирующий образ гламурного подонка. «Мне так поезда, мне поезда, мне лучше всех, я снова беру и режу, режу, режу». Павел дебютировал сразу двумя дисками. «Респект» и «И» и «Уважуха». «Все будет офигенно, непременно, все будет офигенно». «Впереди большие перемены, я знаю, это точно все будет офигенно». Комедиклаб за пару лет стал уже почти легендарным. Это новое слово в русском юморе, а его герои – суперзвезды страны. Наглая и скандальная телепередача показала новые грани того, как можно шутить в телевизоре, и приучила Россию к американскому типу юмора. «Создал дыр, ангин и сколиоз, я и ты, и самое главное, чтобы у нас хор сзади был, 40 человек диареи стояло. Ого, подпевали. Поставим дирижировать Атару, он знает, как дирижировать по носу, он всю жизнь это делает, правда, 100%. Теперь КВН считается развлечением для стариков. Молодежь и гламурная, и простая смотрит Камеди Клаб. Нулевые почти каждый из участников Камеди Клаба становится многостаночником и старается рубить бабло и славу во всех направлениях. Пока горячо! Респект и уважуха — это и поп-альбом, и одновременно пародия на него. Юмор, хип-хоп и R&B замешаны здесь ловко и в правильной пропорции. Воля издевается над современным гламуром, одновременно являясь его представителем. Этот вид неровно звучит, но каждый знает в зале, это будет хит. Мелодия не вызывает аппетит, но нам не надо грэмми, мы писали хит. К тому же ему удается неплохо глумиться над самим собой. В финале альбома звучит мощное резюме. Что я хотел сказать этим дискам? Да вообще ничего не хотел. Не хотел ни денег, ни славы, ни тусы. Просто взял и записал весь этот мусор. Мусор-то может быть и мусор, но звучало это поинтереснее, чем большинство серьезных альбомов тех лет. В 2007 году юмористический проект «Стоматолог Эфисун» записал песню «Собчак». Сладкий, медовый, вкусный чап-чап, 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 покупай собчак. Не, ну мы ради шутки, да, мы же постоянно что-то писали. Мы писали очень быстро. Мы одно время делали просто моментальные песни какие-то. Вот там раз, там какое-то событие произошло, мы там бах и сделали. Эфисун очень был профессиональный аранжировщик. Он там буквально, я утром сел, сочинил там текст, уже вечером готовая песня, уже спетая, сыгранная, полностью, совсем продакшен. «Стоматолог Эфисун» это аранжировщик Сергей Фисун, автор песен Андрей Алексин и Алексей Мусиюк, бас-гитарист и «Стоматолог в одном лице». Информационную, а также моральную поддержку проекту обеспечивал Роман Трахтенберг «Шоумен». Ксения Собчак в нулевые – самая скандальная телезвезда. Она главный проводник гламура на Руси, живое воплощение понятия «золотая молодежь». Ее сравнивают с Перис Хилтон, другой наследницей известной фамилии. «Привет, я Виктория Инглиш, президент Гамма-Гамма. Я вам все покажу. Это главная спальня. А это Гэмси – мой песик». Только вот Хилтон – это бизнес-империя, а Собчак – просто бывший мэр, который давно проиграл на выборах. Короче, почти одно и то же. «Она, с одной стороны, она, во-первых, очень образованный человек, талантливая и при этом очень целеустремленная. Вот, она быстро очень сумела познакомиться со всей элитой всего шоу-бизнеса, туда влиться. И на том же «Доме-2» она очень быстро раскрутилась, стала мединой персоной. И, естественно, все это уже сразу как бы у нее пошло как по маслу». Ксения Собчак не боялась публично купаться в деньгах и слабе, вызывая всеобщую ненависть и негодование. В 2007-м она ведет две популярные телепрограммы «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде». Вторая вообще полностью посвящена одной Собчак. Ксения Собчак, у вас есть уникальная возможность подсмотреть, как я живу. Формат новый. Ни один артист не согласился. Мы его просто… Я так верила в этот проект, а никто не понимал, что это такое. Кто будет вообще сниматься у тебя 24 на 7, показывать свои гардеробные или какие-то свои интимные зоны в квартире, или что-то делать на камеру, такое искреннее. Никто не верил, что это можно делать искренне. Ну, вообще, конечно, я сам я лучше. Вообще, я х**ная, конечно, телочка. Концепция лайв-шоу, прямой эфир, большой глаз, большой брат, который смотрит на тебя 24 на 7. Зрители видят жизнь, любимца, жизнь артиста. Изначально это должен быть музыкальный артист. А 24 на 7, как живет человек, как живет его суперзвезд. То есть такой сториз нескончаемый. То, что сейчас в Инстаграме они все делают. Учитесь не жить, как я. Как я, блондинка в шоколаде. Она была тогда готова, если не на все, то на многое. И это был с ее стороны тоже такой подвиг, потому что, ну, правда, взвалить на себя такой фокус внимания недоброжелателей в первую очередь. Для блеску глаз. Но она понимала, во что она играет. И это тоже для нее очень богатый опыт, который, собственно, и стал ключевым моментом попадения ее как на телевидение, так и на большой пьедестал внимания вообще людей. Она стала в этом ориентироваться, как это сделать в свою пользу и как это все устроено. Иди на *** отсюда! Не звоните сюда позже! Это вообще не ее телефон! Ну и на десерт, конечно, шоколад. Так и ховалась русская Ким Кардашьян. Ныне иногда политик, в принципе журналист, в прошлом кандидат в президенты. А в 2007-м главная звезда российского гламура. Бессмысленного и беспощадного. Шоколад рекомендуется только мне. Блондинке в шоколаде. Блондинке в шоколаде. 2007-й год. Розовое с черным, челки на пол лица. Кто это помнит? Поднимите руки! Да, это эмо-рок. Он же эмо-кор. Он же эмоциональный хардкор-панк. Слизоточивый музыкальный газовый баллончик, прокатившийся по России громко, но трагически быстро. И к 2007-му году фактически ставший попсой. Эмо-это я. Ну, короче, смотри, эмо-тема такая. Эмо-это электромеханическое оборудование расшифровывается. Раз. Такой завод есть в Кургане. Завод Эмо называется. Или... Поэтому кому уж как не надо, в общем-то, да. Но суть такая. В какой-то момент появилось понятие эмо. Я помню, приехала как-то группа и в Киев полигон, и они такие, о, Фео, эмо, говорят. Я, по-моему, от них даже как будто бы услышал первый раз это понятие. А они тогда приехали и такие, о, все эмо, этот эмо. И на самом деле они в каком смысле были правы, но тогда этого тоже не понимали. Что на самом деле все эмо. Шансон — это эмо для гопника, понимаешь? Там, рэп — это эмо для гопника, понимаешь? Там, б***ь, я не знаю, там, Агутин — это эмо для клерка, там, я не знаю. И для каждого это... И получается, что все артисты, они есть эмо. И это было охрененное такое у нас открытие. Это как ЛСД, когда ты... У тебя все собирается в полноценную, такую мощнейшую, вдруг, откровение. Да, а потом ты уже с этим живешь, как. Я так люблю петь эмо-песни и кричать в припево. Эмо слушали тяжелую музыку, как правило, альтернативу. В мире эмо представлены достаточно широко. От My Chemical Romance до Fallout Boy, от Bullet For My Violentine до 30 Seconds To Mars. В российском же сегменте осталось несколько культовых эмо-песен. Среди которых самая знаменитая «Сентябрь» группы «Стигмата». Трек «Сентябрь» не сразу стал культовым. Прославился он только после того, как появился мем «Верните мне мой 2007-й». И это стало приятным сюрпризом для участников «Стигматы». Выяснилось, что они написали настоящий гимн эпохи. Это сейчас эмо вспоминаются с долей ностальгии. А в 2007 году они многих бесили. Субкультура была на хайпе и моментально собрала кучу малолетних последователей, которые начали вести себя не вполне адекватно. Прошла пара лет, и мода на боль и страдания сошла на нет сама собой. Эта субкультура стала, пожалуй, последней на сегодняшний день яркой подростковой модой. Эмо – последние неформалы, которые в общем потоке заметно выделялись из толпы. После них подобных явлений уже не будет. Все подростки станут одинаковыми. Ну и вот мы сейчас в одиночку, значит, и тащим всю эмо-культуру в стране, я так понимаю. А страна как начала хохотать хором в нулевые, так до сих пор и не останавливается. Впереди был кризисный 2008-й, в котором мы с вами еще встретимся. Но даже он не смог стереть с наших лиц чуть нервный счастливый оскал. Ну и отлично! Смех, говорят, жизнь продлевает. Так что готовьтесь, нас с вами переговорили жить вечно, друзья, как и историю русской попсы. 2008 год! Мы через многое прошли и через это пройдем. А вот как так получается у людей? Твою мать! Вот это было, наверное, самое такое яркое. Все это чуть-чуть западло, слушайте. Как же теперь работать? У нас ведь на этом все построили. Скажем так, не совсем моя вибрация. Позитив хотели вывести, как бы, да, там... То! Опять не устраивает? Да сколько можно! Но мы не слушали! И вот он! Владимир Владимирович, вам не скучно здесь одному, в Москве? Подумай об этом, а мы с тобой встретимся в следующем. В следующем! Слава, которая выпала на его долю. Морнинг – это название видео. Да, это Эмма-рок. Он же Эмма-кор, он же эмоциональный хардкор-панк. Бл***ть. Зачем музыкальный хардкор? В 2007 году на отборочный раунд было прислано две... Скуп, три тысячи. Угу. Виктор Дробыш подал в суд. На Сергея Смирнова было заде... Я вообще не смотрю ни в одну камеру. Ну что, вот просто ни на кого в середину. А куда смотрю? А где Стас? Просто это стойка, она... Это не пи***с, просто стойка. Я задал вопрос. Что я делаю? А я перевожу взгляд. Куда? А где ты? То есть вот в тот район, да? Угу. Не напрягайся ты даешь. Я думал, ты прямо на него... Может ты уберешь их? Впрочем, отсутствие... Отсутствие. Ага, да, хорошо. Да, я на крупный потом буду. Не напрягайся. Третья. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok